всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы в полном составе и приехали в смоленск к нашим друзьям будем изучать окрестности смотреть максимально природу и что он ждет мы не знаем ведь ребятки нам сказали мы вам покажем смоленск с очень классной стороны поэтому ставьте лайки пишите комментарии и погнали перед тем как мы отправимся с вами в новое путешествие я хочу вам порекомендовать карту тинькофф black лично у меня таких карты целых две я использую карту mastercard и карту мир этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание помимо этого вы также получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров до 15 процентов кэшбэка при выборе категории и до 7 процентов на остаток и хочу заметить что это не какие-то там бонусы а это самые настоящие рубли которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это сто процентов помимо всего этого что я перечислил также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги когда в конце месяца вы открываете у вас там кругленькая сумма ну конечно кругленькая сумма зависит от того сколько вы тратите собственно оформить и посмотрите и разберетесь очень классный инструмент ссылочку я оставляю под этим видео роликом переходите оформляйте пользуйтесь по утром у нас начинается завтрака ксюшка вот хозяйничать все придется приятного аппетита кушать в чем показать очень удачный вид из квартиры смотрите здесь шикарнейший закат и есть получите обязательно как покажу камеру поставлю этой власти но смысл в том то что вот здесь вот течет река 10 парковка здесь застройки уже никакие сердце не будут делаться лес вот такой потрясающий вид принять как здорово красота на верхних этажах наверное вообще будет просто чудо вид это шестой очень здорово ребят есть робот-пылесос не ровно вообще зашла эта история да ой какой да сам ползай да как ты осторожно глазками глазками сюда мы вчера очень поздно приехали к ребятам посидели пообщались поужинами обязательно предыдущий выпуск посмотрите показали дорогу до смоленска я немножечко смоленск вечерний вот ну и собственно познакомили у вас зрители с нашими друзьями обязательно гляньте сейчас мы куда-то поедем даже не знаем куда как я говорил уже ранее ребята говорят что покажут нам очень крутые классные места поэтому я думаю что вам будет очень максимально интересно как и нам вчера когда ехали по минке произошло такое неприятное произошла такая неприятная ситуация в общем там же платник да и вы помните по кадрам и короче заезжали на этот платник и на панельке у меня лежал как он транспондер правильно называется в итоге я проезжаю слышу сигнал этого транспортера и такой ну типа аля легкий звук был но я как-то этому даже значение придал мы поехали дальше а потом приезжаем смоленск и я выхожу из машины и такой типа не понял смотрите чего у меня на крыше вот такая вот история и самое что интересное что видимо сотрудники автодора они вызвали гаи туда вот видимо то что шлагбаум прошелся не знаю почему это все дело не считалось почему так как бы получилось но в итоге тоже с оперативниками пообщался они сказали что когда мы будем возвращаться нужно будет к ним обязательно подъехать но конечно вчера даже вечером и так расстроился поначалу то как бы ничего думал ну типа ну ладно как-то видимо что а когда увидел замятую крышу думаю такой ни хрена себе мы едем гулять пока не знаю куда я естественно звание пока не запоминаю но изначально нужно скачать значит на работу к самбату какое-то есть вот и уже отправимся мы приехали на работу к самбату сейчас я покажу где он работает так смотрите там пока экскурсия по нашему автомобилю для ксуши а у самбата сеть вот таких вот аптек зоу фарм 3 у тебя да 2 2 вот значит скоро будет 3 вот так вот совсем недавно здесь был сам вот случай он только открыл короче эту точку прикиньте и кто-то припарковал прям вот здесь вот машину и ночью машина загорелась и получается вот после открытия представляете и вот это вот вот это вот все тоже начало короче гореть и самбат конечно попал на денежку было конечно максимально неприятно так что наши дорогие зрители особенно из смоленска кто нас смотрит если у вас есть живот и и вам что-то нужно купить все питомцу то вот знаете одна точка на крыленка крыленка как-то ленка 18 ленка 18 кирова 2 мира 2 и самбат он спасает лечим препаратами но все равно я вообще первый раз в аптеке у самбата мини радюшка давай отпускаем опа шик сай вот здесь роял вот это я знаю я даже знаю некоторые названия сейчас вот сама току наведем сама игру этот сама толпа наведем всякие туда давай сейчас сделаем в развитии вклад в развитии предпринимательства выбирай это мы купим для мэрички то что у мамы собачка вот такая вот ерочка ученки возьмем так населка что-то выбрала подарочек для мэрички давай даже и вставить просто любовь морковь для познакомились агнесска была такая маленькая маленькая еще только начинала делать первые шаги слева вот это вот это медакадемия как раз где училась ксюша и сюда приезжают из многих стран короче учиться люди прикиньте а вот эта улочка мы вчера вечером по ней ехали здесь все так подсвечивается так красиво такая самая ну назовем туристический если можно здесь вот вечером когда едешь все прям так светится так красиво и самое что интересно в смоленске это вот все находится на холме ведь мы прям в низину сейчас такую спускаемся а вот этот вот собор вот этот зелено-белый он подсвечивается тоже ночью его видно с любой точке в смоленске а вот она смоленская крепость которая идет через весь город она очень хорошо сохранилась и раньше город был в пределах этой крепости прикиньте мы приехали сначала не в парк сначала погуляем в центре города это площадь ленина подряд здесь сразу же такая атмосферка арка такая здесь сразу свадьба вечеринка профессиональная съемка стабилизаторы чувак лучшего упроху 10 тот уже есть стабилизатор вот так в полном составе гуляем там палаточки так я думал дрон запустить а тут он какие-то вышки еще это телевизионная вышка здесь точно вот видите здесь точно нельзя летать поэтому здесь без полета видим полет надо сначала согласовывать ничего не будем согласовывать погуляем лучше потом где-нибудь в парке я думаю вот так вот вам просто с руки все покажу здесь центр города смоленска традиционный мужичок мужик любого города а это администрация кстати там пишут что сейчас 10 23 градуса сейчас в самоленске мы недавно гуляли по ярославлю вы тоже можете посмотреть по ссылочке в описании либо плейлисте найти и не смогли долго гулять потому что же была жара 33 это наверное в тени на солнце так вообще было было трындец и мы быстро самые основные места кстати посмотрели и ушли а здесь вот мы гуляем зашли в такой сквер посмотреть как много здесь деревьев 3 тенечек шли по аллее где администрация там светило солнце а здесь тенек прям свежо свежо и еще фонтаны вот пожалуйста и здесь прям красиво здесь в парке есть знаменитый олень не знаю почему знаменит кто-то все вот на нем просто все фотографируются представляете он приехал то ли из ленинграда к нам когда-то давно очень давно был несколько аллее но всех традиция так залезть фокуса или хотя бы потереть олень 1910 горт сделаны представляете рихард фризы 1834 1913 но все лезут на него мы попали на улицу ленина и здесь выставлена такая вот галерея всем участникам велика здесь на и посвящается эта выставка вот например зоя косметиньянская вера волошина и летчики то здесь можно походить погулять почитать и учить про военные про военных в данном случае на эти сеток про военных женщин лидия литвяк самолеты танки все для фронта вот такая вот выставка играет дальше музыка есть какой-то шатер сейчас прям поближе посмотрим что он там самое что прикольное здесь есть наше родное родное краснодарского края это surf кафе представляете здесь есть surf кафе но это конечно очень круто атмосферка здесь сайт от лет наклейку видимо кто здесь бывал здесь где-то есть даже наклейка варламова вот вот так вот мы круто это конечно топчик место в этом доме смотрите это прям памятник регионального значения дом жилой с магазином конец 19 начала двадцатых веков подлежит государственной охране вот такого домики гризис архитектура на самом деле города очень прям прикольно и здесь исторический музей в нем находится вот но по музеям мы не ходим в музей не пойдем там на ваше смотрение если группы и место либо приедете сюда погулять как мы по козис пространство support стоит прикольно не даже балансир так вот есть свечи мыло ну что-то тут что-то продает гамачки лежат тут он цветы продает видимо здесь музончик подразбудил миронечка проснулся хорошо хорошо теперь даже так получается а теперь приседаю джа и чё не надо четко держать баланс как на схейте я как никто другой знаю насколько сейчас сложно найти жилье тем более сезон да и тем более ушли такие сервисы как booking и rnb так вот друзья есть такой сервис называется суточную мы постоянно его мониторим когда снимаем жилье чем он уникален тем то что они взяли скопировали все с аэром бенби то есть всех пользователей кто был раньше на той площадке они взяли вставили в свою все отзывы статусы супер хозяинов там это все есть удобные фильтры качественная сортировка проверенное жилье соответствующие фотографии ссылочку на этот сервис я оставляю также в описании обязательно пользуйтесь на обед мы решили зайти в русский двор здесь прям в парке находится мне сама говорит это прям лучшие ребята которые занимаются но вкладывают прям деньги в красоту на самом деле вот где вы видели вот таких вот коров посмотреть как красивые расписали уважаемые гости на фигуры не садится написано вот в принципе фоточку здесь можно сделать очень классно вот это вот все вечером конечно же подсвечивается матрешки стоят но даже сходу до можете заметить что очень-очень интересно здесь вот так вот прям готовят ведь как здорово из досок точнее из этих как они господи забыл короче сделали вот такую стоечку красиво место классное возле этого дворика мы просто читали сейчас все-таки решили пойти а здесь такая скульптура равновесие называется равновесие все получится прикольно вообще хотя вам показывал вот это уже крепость вот эта громовая башня и раньше получается так вот полностью она была как бы кругом шла можешь сказать и город вот был именно вот тут вот где вот мы сейчас гуляем это был город за пределы город не выходил сейчас естественно все давно давно уже все вышло здесь музей в этой башне и а вон даже табличка есть музей здесь были ворота въездные какие-то 5 креста прикольно очень прикольно смотрится если хоть памятник не знаю что за памятник товарищ помни здесь погребены твоей отчизни верные сыны за что за нее не пожалели жизни они свой долг исполнили сполна прочти и повторить их имена и как они учись служить отчизни вот если такая есть плита на который написать такие слова ну и собственно вот она сама крепость это только с другой стороны вон там вот есть колесо обозрения я думаю что нужно на него залезть как она это смотришь давай залезем а почему нет здесь вот стоит такой камень и на нем написано земляной вал остатки городского укрепления и здесь же сразу есть такая аллея называется аллея мира заложена в честь 50-летия российского фонда мира 12 октября 2011 года мы дошли значит здесь будем обедать это как бы та же свечи что изначально показал просто другой да другое чуть короче заведение здесь тоже все так очень красиво полнотом инструменте есть такой кинотеатр для детей дай домики и вот пожалуйста идет мультик буба что ли называется здорово здесь гамаки вот это я понимаю прикольно наконец-то мы дождались еды это паста с креветками у вас карбоната да мальчишкам хотят пиццу облепихный компотик вот такая красота все приятного нам аппетита здорово под музыку наяривает ну вот это место на самом деле прям вот топчик если вдруг прийти в смоленске либо вы в смоленске живете не знаете про это место то обязательно его посетите цены нормальная атмосфера классная куча всего бесплатного особенно вот эти летние кинотеатры и для взрослых и для детей это прям супер организатором мы сыты и довольны и в полном составе отправляемся вот на вот этот карусельку и сейчас вместе с вами посмотрим на смоленск с высоты не знаю к сожалению сколько именно метров может быть там где-то сейчас прочитаю скажу чуть позже вот но я думаю надо надо да мы сейчас пойдем на колесо обозрения стричь какая большая сейчас все погляди поглазеем посмотрим так вот кстати 200 рублей она каталка стоит один круг с человека бесплатно катание для детей до 5 лет или ростом не менее 112 ну вы понимаете да все серьезность вот так все заходите парни давайте ну за счет поглядим 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 оба вот даже и стол по компьютер сейчас ставим быстренько монтаж сюда саньяку кстати да вот так где наши мы забрались на самый пик посмотрите весь смоленск как на ладони открывается здесь этот собор который видим отовсюду и собственно вот она крепость и она туда туда уходит красные башни торчат и с этой стороны смотрите какая красота вот вот сейчас мы прям на самом пике вот сейчас уже вниз будем переваливаться силой вот смотрите здесь такая скульптура есть я люблю смоленск но более-менее понятно что написано смоленск когда подойдешь под определенным углом вот видите нас получается слово вот смоленского так вот прикольно сделали кстати еще угарные здесь урны видите пушки типа здесь есть хэштег такой смоленске можно жить ты можешь где-нибудь смоленске можно жить нужно или можно можно жить то есть к тому что не надо молодежи выезжать из смоленска что здесь тоже принципе есть условия для развития для комфортной жизни сейчас все больше и больше этому уделяют внимание надеюсь реально будет еще лучше и не надо задумываться сушил так вот санапой было тоже такой был мертвый городок в этом году приехали в анапу и центр города вообще не узнать за пляже взялись за это и вот видишь до смоленска вот в этом году прям намного стало ярче смоленске приятнее гулять семью с детьми стопудово прощай вот эти как и первый раз и клёво видите мы поднялись на такую возвышенность здесь сейчас детские площадки канатный этот парк и вот это вот как они называются правильно королевский бастион в королевский бастион оттуда чё говоришь служил для защиты от французов свое время делали такие земляные укрепления а вот на рот какие-то наута а это уже наверно какие-то были подземные ходы я слышал но они все замурованы вон там тоже земных а здесь мы сейчас подойдем как называется на а это памятник как раз таки войне французами здесь орел в общем смоленск это такой некий щит служил щитом чтобы не взяли москву вот и здесь тоже такая видите большая смотровая площадка сейчас почитаем что здесь написано 4 и 5 августа 1812 года под стенами смоленско-софийской пехотный полк геройский от отбивал атаки армии наполеона вот вот так вот и вот эти вот получается как холмы они сделаны в виде чего-то говорю виде виде звезды пятиконечные звезды с помощью земляных валов земляные волы образовали такой королевский бастион вот так и здесь здесь стадион до футбол конечно вот на этой смотровой площадке очень крутые закат это прям смотровая заката я вам сейчас прикреплю закат который снимал самбат совсем недавно посмотрите а здесь пруд такой с белыми и черными лебедями представляете кстати тут достаточно много и люди даже берут катамараны кстати и подплывают сюда но вот там заканчиваются катамараны школьные ну вот с другой стороны посмотрите какая красота здесь вот они катамараны подплывают куда кормят лебедей вот мальчишка его подкармливает вот так вот смолен здесь такая смотровая площадочка и здесь 3 красота здесь все вечером подсвечивается играть музыканты мы выходим и вообще это в принципе главный вход лопатинский сад называется вот здесь ведь прям такая вывеска даже есть часы на них написано смоленск время без 15 4 и правильно мы приехали точнее на самбат привез какое-то очень интереснейшее природное место посмотреть как здесь красиво сколько елочек это какая-то база отдыха называется парк звезд и сейчас мы стоим не прилетает на ю тубе комментарий с 50 тысячами подписчиков вас я такой да ладно уже что я захожу а у меня здесь вот так вот смотрите 49999 и сейчас вместе обновляем 50 вот я бы я бы заорал от радости но у нас все спят поэтому это шепотом да так еще сюда же заходим вот вот 50 тысяч плачок если пока у нас все спят мы решили попить чай я недавно сделал такой себе этот попали даже назвать ящик шикарно так у нас сейчас газовая плиточка наш чайничек и наша плиточка вот так это у нас выглядит сейчас кипятится и будем пить нас это здесь вот крючка нас получается ящик будет полностью для посуды ну еще для каких-то мелочей это у нас душ лейка который на крыше стоит тоже наконец-то спустя полтора часа на себя просыпались мы попали на территории этого парка вот сайте есть схемы здесь всякие бани беседки есть даже что раньше водопад что-то ходит в гостинице детская площадка и так далее и тому подобное но вход сюда платные 100 рублей взрослому человеку и дети 12 лет бесплатно если вы хотите заехать сюда на парковку то еще дополнительно 100 рублей я не знаю зачем вот тут мы припарковались вот зашли вот парковка здесь есть ресторан арки где можно фотографироваться в свадебные церемонии и так далее есть а вот это видимо типа водопад похоже на водопад вот просьба на водопад по водопаду не лазить вот так выглядит но к сожалению да но у него есть подсветка и когда работает еще и подсвечивается выглядит красиво и здесь вот такой вот пруд есть вот эти все беседки тем туда не надо заходить вот со степями закрыты ягода не надо заходить артем мост можно так вот по кругу пройти так может так мы пойдем вот так еще одна беседка вон с украшением прикольно можно лодку взять забавно вот есть такие здесь беседочки то есть можно вот пожаре да а вот здесь уже отдыхать полностью панорамное стекление с видом на вот этот прудик интересненькое место вот здесь качельки есть вот он водоем но там вот залите виденется горка видимо зимой съезжают какие-то ватрушки летом летом сейчас посмотрим что здесь вот можно арендовать такие домики там не в районе 10000 в сутки стоит вот сейчас два этажа летняя веранда панорамное стекление мангальная зона такая своя вас территория таких несколько домиков на той стороне сейчас тоже видел еще достраиваются домики сделали конечно прикольно вообще это заброшенный детский лагерь на раньше был потом территорию здесь выкупили и вот построили здесь такую красоту спускаемся уже сюда к водоему вот катамара на лодке можно взять то получается зимой вот отсюда во съезжаешь но большой скорости несешься потом вот сюда поднимаешь тормозной путь и все и здесь завершаешь прикольно блин у нас сейчас работает вот это прикол неси здесь даже есть джакузи смотрите стоит а так вот но в этом воздухе лежачки типа зеленые зоны и пляж не купаться здесь запрещено одеть у нас запускают катер который вчера им ребятки подарила здесь также есть большущий 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 веревочный парк а мы сейчас пойдем вот сюда вот на эти тюбинги сбросим порцию адреналина да пойдемте мы получили уже оборудование она вываливается снизу да я то что уж потерял моё самбат с агнаточкой мы сейчас по очереди будем с пацанами здесь тёма стой вот это дела самбат 1 вот это дела да ты здесь так я понял я же не увидел выскользну правильно быстрее быстрее свои эмоции все джейс родик ты не бойся главное Быстрее свои эмоции! Как ты? Ну как? Испугался? Да, о, приколюха! Я ушел! А это едут самбат загнувайся! Вот это скорость! Вот это дурь! Вот это дурь! Вот это дурь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот с этими прекрасными кадрами с дрона в этой самой замечательной компании с Амбатом мы будем с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите как вам Смоленск, ну и конечно же от местных как всегда делайте поддержку, делайте репост, чтобы про ваш город посмотрел как можно больше людей и переезжало к вам и развивало его с точки зрения туристического города. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Продолжение следует...